В Шиман Пагватам есть такая фраза, есть такая молитва Царицы Кунти, которая говорит, что человек, который всю свою жизнь направил на материальное процветание, он стремится к четырём вещам, которые увеличивают возможность материального счастья. Это знатное происхождение, богатство, учёность, материальная учёность и красота, материальная красота. Эти люди, которые стремятся ко всем этим вещам, не смогут построить близкие отношения с Богом. Они не смогут близко обращаться к Богу, потому что эта чрезмерная направленность на эти все вещи, она ослепляет человека гордостью, в том случае, если он добивается успеха. Когда человек имеет знатное происхождение, то, естественно, что такое знатное происхождение? Происхождение — это не то, что человек имеет какую-то фамилию, которая очень известна. Мы знаем, что есть даже царские фамилии, в которых рождались дети слабоумные, и это не помогало им править царство. Таким образом, знатное происхождение означает несколько вещей, которые описаны в Священном Писании. Первое — это хорошая память, даже не первое, это способность иметь чувство такта и видеть качество людей, иметь чувство такта в отношениях, видеть качество людей и характер, чувство и характер людей, и правильно относиться к ним. Признак — признак высокого происхождения человека. Следующим признаком высокого происхождения является привлекательность в манерах и привлекательная внешность даже. Следующим признаком высокого происхождения является хорошая память и твёрдый характер, выраженное чувство собственного достоинства. Также является признаком высокого происхождения. Этот человек очень достоин всего. Он не позволяет себя унижать. Терпение, отсутствие склонности говорить лишнего, уравновешенность в трудных ситуациях жизни, спокойное восприятие рожьего и плохого. Всё это является признаком высокого происхождения. Если человек имеет все эти признаки и видит, как люди уважают его за это всё, то такой человек, естественно, становится гордым. Гордость — это функция разума. То есть разум у человека может быть гордым. Гордый разум означает оскорбнённый, грязный разум. Разум может быть гордым и зверенным. Это качество разума. Разум бывает сильным и слабым. Допустим, может ли гордый человек иметь сильный разум? Может. Например, человек может обладать высоким положением в обществе, он может быть правителем, но при этом иметь гордый разум. Признаком гордого разума является то, что человек считает, что его мнение является главным. Он не советуется ни с кем, гордый человек. Он советуется только с самим собой. Или со своими близкими. Гордый человек не способен оценить правильную ситуацию, мнение. Он делает так, как ему считает нужным. Признав гордостью в разуме. Но при этом разум может быть очень сильным. И гордый человек при этом может действительно поступать правильно, не ошибаться в разных ситуациях в жизни, если он действительно имеет высокий интеллект, высокий разум. Но всё равно, так или иначе, у каждого человека возникают трудности в жизни, трудные ситуации, которые возникают под влиянием хода времени. Что такое хода времени? Это сила, которая меняет картину мира. Допустим, в жизни мы жили нормально. И тут раз какие-то боевые действия пошли, конфронтации между народами. Так действует время. Оно в какой-то момент всех начинает напрягать. Это результат влияния времени. Когда время начинает влиять таким образом, что все напряжены, напряжённые в состоянии, даже великие люди ошибаются в принятии решений. Даже великие люди ошибаются, потому что они выходят из равновесия. Только в спокойном состоянии разума человек может принимать правильное решение. Но когда человек напряжён, и от его решения зависит, вообще будет война или нет, например, то в этом напряжённом состоянии человек, даже имея великий разум, не способен принять правильное решение. И в этом случае, если он чувствует сомнение в том, что он принимает решение, это значит, голос сердца, сердца, душа или голос совести, голос истины, как по-разному можно это назвать, ему говорит, не принимай решение сам. Потому что в решении не только важна сторона. Допустим, я решил туда пойти. Там же есть много разных вариантов. И даже если ты пошёл туда, но не выбрал правильный вариант, всё равно ты пошёл никуда. Понимаете? Человек, который находится в напряжении, не способен сделать правильное решение. Поэтому такой человек, несомненно, должен советоваться со старшими. Но квалификация гордого человека такова, что он не может иметь старших. И квалификация смиренного человека означает, что он имеет всегда старших. Как определить гордый человек или смиренный? Если у человека есть старший, с которым он советуется, значит, гордость не действует в этот момент. Если человек не советуется со старшими, даже если они есть, значит, гордость преобладает в его сознании. Если у человека никогда не было старшего, значит, он никогда не был смиренным. Как определить, смиренный я человек или нет? Очень просто. А у вас есть наставник? Если нет наставника, значит, вы не смиренный человек. Вот и всё. Очень просто. Но если вы считаете, что таких людей вообще не бывает, которые могут быть наставниками, значит, у вас не хватает сил и разума для того, чтобы это понять. Потому что разум предназначен для того, чтобы определять святость. Ну, то есть некоторые люди думают, что разум предназначен для того, чтобы деньги зарабатывать. Это тоже так. Более богатые люди — значит, более разумные. Более богатые люди — более разумные. Знатное происхождение — более разумные. Более красивые люди — разумные. И образованные люди — разумные. Понимаете? Мы говорим о какой красоте? О человеческой красоте. Бывают люди, они привлекательны, как личности. Мы не говорим не внешней красоте, а вообще просто человеческой красоте. Это признак сильного разума всегда. Допустим, мать Тереза, она внешне непривлекательная, но она была очень красивой человеком. Её люди многие любили, признан сильным разумом, у неё был сильный разум. Итак, надо понять такую вещь, что все эти атрибуты сильного разума, они приводят человека к гордости, если у него нет старшего. А если у него есть старший, тогда эти атрибуты всегда приводят человека к победе в жизни. Потому что все признаки сильного разума в жизни очень нужны. Единственное, чего не хватает, это наставника. Потому что без наставника все эти атрибуты сильного разума могут привести человека к серьёзной ошибке в жизни. И у человека слабый разум, он ни за что не отвечает в обычной жизни. У него нет ответственности большой. Но если у человека сильный разум, он может отвечать за многих людей вокруг себя. Если у него нет наставника, то это очень опасно. Очень опасно. Как мы вчера слышали о том, что был принят ужасный закон, который начал разрушать всю планету потом в Америке. Вчера мы слушали доклад. И по факту, если бы эти психиатры, которые приняли этот закон, прежде чем поднимать руку, посоветовавшись со своими наставниками, духовно более развитыми людьми, то количество голосов было бы совсем другое. То есть пропорции были бы совсем другие. Потому что вся философия жизни, которая сейчас развивается в мире, в основном на 90% основана на одной всего лишь философской школе. Понимаете, существуют разные философские школы, которые с древних времен есть. Веда, они все описаны, философские школы. И эта философская школа, которая сейчас преобладает в понимании вещей, и которую считают главным проявлением демократии и свободы, она описана в древней культуре. Это философия гедонизма. Ну то есть, или по-другому сказать, философия, в которой главный принцип такой. Если тебе чего-то хочется, и тебе это запрещают, значит ты раб. А если тебе чего-то хочется, и тебе это разрешают, значит ты свободный человек. Понимаете? Философию такую. Вот мне, допустим, чего-то хочется, я хочу мороженого, и родители мне это запрещают. Я свободный человек-преграб? Ну подумайте. Видите, у вас возникают сомнения на это. Почему? Потому что философская система, которая преобладает сейчас в мире, она такова, что люди считают, что свобода означает возможность удовлетворять свои желания. И давайте возьмем немножечко, пойдем поглубже в этом вопросе. И, допустим, предположим, что человек, человек неправильное желание, например, он хочет выпить. Он пьяница. У него неправильное желание, он хочет выпить, допустим. И это же желание, реальное желание, человек мучается, он хочет выпить. А общество не позволяет ему это делать. Как вы думаете, он свободный человек или нет? Нет? Вы ошибаетесь. В этом заключается ошибка философская. Потому что на самом деле человек, который хочет выпить, и ограничивает свое желание, которое приводит его в деградацию, этот человек и является свободным человеком. Потому что если ему позволить выпивать, он потонет в своем рабстве еще больше. Понимаете, современная культура считает, что свобода означает позволить чувствам достигать своих объектов. А древняя культура считает, что чувства надо ограничивать от объектов чувств, иначе человек попадает в рабство, в чувственной деятельности. Сейчас применю пример. Допустим, если человек научился не пить, достиг возможности не выпивать, хотя ему хочется пить, он больше свободы в жизни получает или меньше? Конечно, больше. То есть он может нормальным человеком, нормальной жизнью жить. А человек, который думает о выпивке, он постоянно, его психика направлена только в одну сторону. Где же здесь свобода? То есть он деградирует, он теряет работу, он теряет семью. В чем свобода заключается? Он не может жить нормальной, полноценной жизнью. Его сознание постоянно деградирует. Но ему хочется вот так жить, но это не свобода. Свобода означает противостоять желаниям и делать так, как надо. Но если говорить глубже, то надо понять такую вещь, что свобода или рабство всегда определяется отношением человека со своей собственной совестью. Именно совесть определяет законы жизни. Совесть означает представительство Бога в нашем сердце. И законы, которые связаны с совестью, они все продемонстрированы в Священных Писаниях. В Священных Писаниях говорят, нельзя заниматься сексом со своими детьми. Если, допустим, я хочу заниматься сексом со своими детьми, но Священное Писание не запрещает, я занимаюсь с ними сексом, моя совесть будет довольна или нет? В чем это будет выражаться? Допустим, я бессовестный человек, я не почувствовал, ну мне нравится, я занимаюсь. Как определить, что я неправильно делаю? Для этого существуют старшие люди, которые изучают Священное Писание. Они говорят, нельзя так поступать, это безнравственно. То есть, нравственно — это что значит? Что такое нравственно? Нравственно — это когда ты делаешь по законам Священных Писаний и по законам совести тем, кто живет правильно, чистой жизнью. Понимаете? То есть, допустим, я взял, без надобности дерево срубил. Это совесть будет рада от этого? Нет. А если я без надобности искалечил жизнь маленького ребенка? Совесть будет рада? Нет. А мы сейчас даже об этом ничего не знаем. Мы не знаем, например, что у человека есть два пути в жизни всегда. Путь вверх или к прогрессу, или путь вниз, путь деградации. Есть семь чакр психических центров у человека. Из них половина приводит к прогрессу, и счастью у человека, когда они активизируются, а половина, когда активизируются, приводит к деградации. Например, если стимулировать у ребенка верхние центры, допустим, обучать его чему-то, родные центры стимулируются, давать ему знания о прекрасном, обучать его пению, музыке, танцам, горловой центры активизируются, обучать его отношениям правильно, сердечный центр активизируется и объяснять ему, кто такой Бог. Верхний центр активизируется. Если ребенка закармливать вкусной пищей, дальше энергия пошла вниз уже. Активизируется центр солнечного сплетения. Если ребенка постоянно стимулировать деньгами, говорить, вот это сделаешь, деньги дам, не сделаешь, не дам, тогда паховый центр активизируется. А если ребенка стимулировать сексом, тогда активизируется копчиковый, самый нижний центр. Вот таких три центра, которые я перечислил нижних, в ветрах называются воротами в ад. Три врата существуют. Первая в воротах называется жадность, вторая – зависть, и третья – разврат. Когда человек чрезмерно привязан к вкусной пищей, у него развивается жадность, он становится жадным. Когда человек привязан к деньгам, достатку, тогда у него развивается зависть. Он сильно завидует, потому что у других есть, а у него нет. Когда человек привязан к сексу, у него развивается похоть. Означает, он становится наглым, не сдержанным, он не способен контролировать свои чувства, он становится развращенным, ему хочется заниматься сексом со всеми, с кем он хочет заниматься. А секс – это самая жесткая энергия в этом мире. Она рушит конкретно жизнь. Например, у меня есть жена, я ее люблю. Она не сдержалась, позанималась сексом с другим мужчиной. Что произошло с моим сердцем? Оно разрушено. Мне очень трудно это принять. Понимаете, о чем я говорю? Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что если взять с ребенком сексом позаниматься со своим, то ты активизируешь у него самый нижний центр, так как он не смышленный, у него разум не развит. Его психика направляется вниз, и развитие все идет через нижний центр. То есть так как ты активизировал эти животные, очень сильные инстинкты, они дальше начинают гореть в его сердце в очень страшной силе. Пока ребенок не знает ничего о сексе, он может развиваться хорошо вверх. Он может стать ученым человеком, он может стать композитором, певцом, добрым человеком, сердечным. Он может стать верующим человеком, познать Бога. Но если у него активизируются нижние центры, он думает о сексе, то до свидания, все это развитие. Это невозможно. Энергия идет и вниз, и вверх, одно из двух. Поэтому в древней культуре вообще девочек отдельно образовывали, а мальчиков отдельно, чтобы эти энергии не пересекались. Веды объясняют, почему у детей возникает стресс подросткового возраста. Причина этого стресса это контакт между полами, ранее. В 12 лет, когда дети начинают друг с другом контактировать, рядом сидеть, то реально у них возбуждается эта психическая энергия половая, и она не дает ни учиться, ни думать, ни учиться. То есть это постоянно тревожит. Я помню, я изучал, как сейчас, разные науки и сидел рядом с девочкой. Мне было где-то 12 лет. Я помню, как сейчас. Я хотел смотреть на доску, а у меня глаза смотрели на ее короткие юбку и на ножки, которые в ней были. Я со всей силы, я йогой уже тогда занимался 12 лет, я понимал, что есть самоконтроль. Я со всей силы хотел понять, что на доске у меня глаза вниз. Это же серьезная вещь на самом деле. А потом я приходил домой и ругался с мамой, потому что у меня сильная неудовлетворенность возрастала в сердце. Я на себе это прочувствовал, как это работает. А представьте, если ребенок не только там просто смотрит на ножки, а в переменках сексом занимается, о чем и говорят, что это надо пропагандировать, что тогда с ним произойдет? Тогда у него просто крыша съедет, у него не будет уже возможности энергию вверх направлять, он будет только думать о сексе, потому что взрывается огромная сила энергии в организме, в которой уже ничего не сделаешь. Эти дети будут думать только о сексе и все, и больше ни о чем. По этой причине в ведической культуре говорится, что когда человек полюбил кого-то и женился, на время учебы до свидания, он не может уже ни о чем думать, ни о чем, ни о учебе, ни о чем, кроме как о личной жизни. И когда правитель женился, то на время в древней культуре управления царством на себя брали его помощники для того, чтобы дать ему возможность насладиться отношениями, а потом он приходил опять к управлению. Эти две вещи одновременно невозможно совместить. Понятна система или нет? Или энергия вниз идет, или вверх. Если вы у детей запускаете энергия вниз с помощью обучения ее сексуальной программы, тогда вверх она уже не пойдет. и кто будет вырастать? Дебилы будут вырастать, понимаете? На санскрите это называется варма санскара, то есть нежелательное потомство. Люди, которые будут сильно иметь очень сильный такой независимый нрав, то есть они будут жаловаться на кого угодно, они будут вести себя независимо, они будут иметь много вредных привычек, они будут делать, что хотят, они не будут хотеть работать. Это признаки таких детей, которые вырастают в результате неправильного понимания вещей нашего. Поэтому нравственное образование является основой вообще жизни любого общества. Надо сначала разобраться какой философии я следую. Если я следую философию гедонизма, то есть еще хочешь, что я делаю, тогда будет вот такой результат, он будет приводить все дальше и дальше в дальнейшем последствии. Потом наркоманы станут нормальными людьми. Наркотики это хорошо будет понемножку. Как сейчас в России уже есть несколько диссертаций, что понемножку выпивать это помогает и здоровью. Результат конечно будет печальный таких научных работ 100%. И заказ на такие диссертации, которые это просто алкогольные компании, которые хотят продавать спиртное. У меня есть друг Жданов, профессор Жданов, он борется с пьянством в России. И он изучил эту тему и показал, как это все работает. Человек сначала чуть-чуть выпивает, а понимаете, включается неуправляемой энергией. Это как ядерный взрыв. Можно ядерную бомбу чуть-чуть взорвать? Нельзя. То есть она начинается, взрывная реакция идет. Точно так же со скрипным. Это называется веселящий дух. В идеической культуре это называется веселящий дух. Человек, когда вино пьет, то в этот момент у него происходит контакт с веселящим духом. И что этот веселящий дух делает? Все духи действуют на разум. Что такое разум? Это структура психическая, которая управляет всем телом, психикой человека, его судьбой, верой, решимостью, его направленностью, его энтузиазмом. То есть разум это структура, которая управляет всей нашей жизнью. Она направляет нашу судьбу в какую-то сторону. Теперь что делает веселящий дух? Он берет, человек, дает счастье в разум, дает счастье взамен на свободу. То есть человеку ничего не хватает в разуме счастья. Он попил чуть-чуть, раз счастье появилось. Счастье появилось, что пропало? Пропало трудности в жизни, пропало. То есть не надо работать над собой, не надо развиваться, надо просто чуть-чуть выпить, каждый день по чуть-чуть выпивать. И вроде бы многие люди гадают, что чуть выпивают, им не хочется пить больше. Но они не знают, что бывают такие времена в жизни у всех людей, что наступает тяжелый период. Что такое тяжелый период? Тяжелый период означает, что выпивать придется больше для того, чтобы стать счастливым. Ты уже не сможешь пить, как раньше, понемножку, потому что счастья надо больше. И придется выпивать больше. Это называется запой уже, понимаете? И запои начинаются из-за того, что человек не может по-другому удовлетворять свое счастье. Есть люди, которые счастье получают от того, что пробежались. Есть, которые попастили счастье. Есть доброе дело какое-то сделать. Понимаете? Это все естественный способ получать счастье. Но если человек получает счастье, получает счастье от рюмочки, эти естественные способы у него заканчиваются. Те, у кого близкие люди выпивают, знают, что человек, когда начинает выпивать, ему ничего и не интересно становится. Ему бегать не надо, прыгать не надо, поститься не надо, заботиться за детьми и женой не надо, работать не надо. Все эти желания у него атрофируются. Теперь сразу возникает вопрос, а это здоровые люди или нет? И есть такое понятие ведра болезни разума. Эти болезни сейчас в современном обществе вообще не рассматриваются. Люди думают, что это здоровые люди с больным разумом. Как предпочитать, что разум болен? Разум болен у тех людей, у которых возникает привычки делать, совершать поступки, разрушающие судьбу. Вот, например, разврат — это как раз те поступки, которые разрушают судьбу, потому что нежелательные связи возникают в сердце. Ко мне подошла одна девушка, у нее была нормальная семья, и вдруг она не сдержалась и связала свои отношения с человеком чужим. И понимаете, здесь спорт латор. Если с ним ничего не получилось, то у него не сильно большая проблема. Но если вдруг так получится, что с ним очень сильная совместимость на нижних центрах, то это один такой контакт вызывает такой же сильный жар в психике, что человек просто остывает своим родственникам, и уже ни муж, ни дети неинтересны. Он только думает об этом человеке, и все. Страшная вещь, и ничего не сделаешь. Психика не может оторваться от этого, понимаете? Идет сильный жар в сердце. И хочется, когда человек по тебе разуму говорит, не надо. А губы шепчут, не прощай, в глазах глядят, останься. Так мы с вами говорим о том, что есть вещи, которые разрушают отношения с совестью, близкие отношения с Богом. Отношения с Богом называются совестью. Близкие отношения с Богом называются совестью. Человек, который стремится к богатству, это одно из четырех проявлений разрушения совести. Стремление к богатству, стремление к материальному образованию чрезмерное. Чрезмерное стремление к красоте, чрезмерное стремление к элитному какому-то положению в обществе. Все это приводит к гордости. Если у человека, который обладает сильнейкими вещами, нет духовного учителя, нет наставника, то такой человек, несомненно, в своей жизни может совершить тяжелейшую ошибку, потому что совесть его молчит. Богатого человека, который не имеет наставника, совесть молчит. У красивого человека, у которого нет наставника, совесть молчит. У очень образованного человека, академика, у которого нет наставника, совесть молчит. и у человека со знатным происхождением, у которого нет наставника, совесть молчит. Об этом говорит Иисус Христос. Он сказал своим ученикам, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, еще кого говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные ушка, нежели богатому войти в Царство Божие». Об этом речь. Вход в Царство Божие означает отношение с совестью. Как только человек по совести живет, дорога в Царство Божие уже пошла. Он идет этой дорогой. Мы вчера об этом говорили. Буддийская мудрость. Если не поранена рука человека, он может коснуться змеиного яда. Не опасен я в здоровой руке, только для того, безвредно зло, кто сам не творит зло. Если человек по совести живет, яд он не коснется. Если человек не по совести живет, то начинаются проблемы в жизни. Что значит «коснулся яда»? Вот смотрите, допустим, если я никого не осуждаю в жизни, всех прощаю. Кого мы осуждаем? Те, кто приносят нам больно, они осуждают и нами. Боль нам приносит человек, сильный бой. Муж бросил. Я начинаю осуждать мужа. Какова моя цель? Моя цель – молиться за него, пытаться вернуть его, простить его. Вот чем я должен заниматься сейчас в жизни. Если я его не простил, это означает, что я поранен руку. И если кто-то мне говорит о каком-то плохим чувством, то у меня к этому человеку также возникнет неприязнь. Понимаете, о чем я говорю? Если мое сердце спокойное, доброе ко всем, то у меня не будет никому неприязнь. Но если я совершил какой-то злой поступок, даже меня вынудили его совершить, потому что, в принципе, в чем я виноват, если меня бросили? Я виноват в том, что я не простил. Не надо простить. Тогда сразу возникает вопрос, а как простить? Человек бросил, он же плохой. А надо знать закон, что есть два варианта, кто будет наказывать плохого человека. Какие два варианта? Кто будет наказывать? Первый вариант – я буду наказывать своим плохим чувством, мучить его. Второй вариант – кто будет наказывать? Бог будет наказывать. Так зачем нам? Мы не можем никого наказать, у нас нет сил. Зачем нам на себя брать то, что Богу положено делать? Просто простите этого человека, Бог захочет наказать, накажет. Нет, значит, это не наше дело. Вот и все. Видите, я на себя беру эту функцию, поэтому меня постоянно сердце щимит, потому что Бог в сердце говорит, ты хочешь наказать, ну тогда думай об этом постоянно. Протянуй его всю жизнь. Сам проплитым станешь. Как так можно жить, думая плохо о человеке постоянно? Невозможно просто. Это не жизнь уже, а существование просто какое-то в темне, в темноте. Поэтому надо просто понять эту причину, что события, поступки вынуждают нас думать плохо, но мы должны совершать духовную практику, очищаться от плохих мыслей и учиться прощать всех. Для того, чтобы Бог со всеми раздрался. А мы шли дорогой свободы. Когда я привязан, думаю, плохо человек, это свобода или рабство? Да, рабство, потому что я не могу отвязаться от этого, это рабство. Я привязан к бутылке рабства, я привязан к тому, чтобы думать постоянно о том, как бы развратить какого-то ребенка, это рабство. Я не привязан к этих вещам, это свобода. Когда человек думает хорошее что-то, желает всем счастья, делает добрые дела, сверхдушая его совести, и Господь в его сердце радуется. Когда человек с Господом имеет светлое отношение, это и есть свобода. Когда он против совести идет, это и есть рабство. Вот и все. Вот это правильная философия. Все остальное — это самообман. Самообман приводит к разлуке всегда, к тому, что люди страдают больше и больше. Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе. Конкурсы, сказал. Люди не знают, что такое добро, часто. Ну, что такое добро, что такое зло. Часто непонятно. Вот, допустим, многие не согласны со мной, что муж бросил, надо простить. Многие не согласны. Как это? Пускай мучается гад. Он бросил. Это не наше дело. Мы не знаем, что такое добро и что такое зло, часто. Но у нас вот здесь есть добро. Господь — олицетворение добра. Совесть человеческая — олицетворение добра. И представителем совести является наставник. Веды говорят, кто такой наставник? Это та же самая совесть, только снаружи. И причем интересно знать. Некоторые спрашивают, что где доказательство, что наставник не даст правильный совет? Если наставник все время живет по совести, то когда вы его вопрос ему зададите, в своем ответе он кому подчинится? Кому наставник подчинится в своем ответе? Голосу вашей совести. Вы спросили вопрос, и ваша совесть, если ли из наставника, ответила. Потому что если он будет отвечать не по совести, у него урок заклинен. Если он настоящий наставник, он все время по совести живет, значит, он по вашей совести вам и ответит. По факту через него ваша совесть будет отвечать. У меня были такие случаи в жизни, когда мой духовный учитель снился мне во сне и говорил мне о том, что мне надо делать. Или просто мне при встрече какие-то советы давал, которые я знал, что они мне нужны, а не что они мне полезны. Хотя я его не спрашивал даже об этом. Также было так, что люди, которые слушают мои лекции, они получали от меня советы во сне. Хотя я никакие советы им не давал по ночам. Я не сажусь, советы не даю по ночам. Да и смешны такие ситуации. Кто из вас во сне увидел меня, как я вам дал совет? Понимаете? Есть ли? Есть. Это вам совесть ваша дала. Она специально через мой образ приняла, для того, чтобы вы восприняли это серьезно. Потому что мы же не можем общаться напрямую с Богом. Поэтому Бог, Он принимает образ старшего, чтобы давать вам советы. Понимаете, так работает система. У меня был такой интересный случай на лекции, когда-то у меня прочитал в интернете. Одна женщина, она сидела на лекциях и задавала мне в уме вопросы. Я сразу ей на вопросы на эти отвечал. Ну, я не знал об этом. Просто так действовала ее совесть. Она заставляла меня так говорить. А потом она подняла руку, и я ей сказал, слушайте, я вот всю лекцию на ваши вопросы отвечаю. Почему вы еще руку-то поднимаете? Хотя я не помню этой фразы. Я не помню, чтобы я кому-то так говорил вообще. Понимаете? И все это произошло без моего ведома. Как это произошло, я не знаю. Это хороший признак означает, что Господь как-то заботится об меня. Вот. Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе. Для того, чтобы узнать, что такое добро, человек должен найти себе наставника в жизни. Наставник — это не тот, кто отвечает на наши вопросы так, как мы хотим. Он будет отвечать так, как надо. И надо быть к этому готовым. Понимаете? Интересная фраза такая. Все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом. Синека. Все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом. Ко мне подошла одна женщина. Говорит, у меня муж такой вот недоразвитый. Я говорю, а где муж-то? Она говорит, там он за дверь стоит. Я говорю, у него милость. Зашел муж такой, здоровался, вечный такой человек. Я говорю, а в чем он недоразвитый? Я всегда люблю говорить с супругами, когда они вместе. Она начала перечислять. Он не стремится к духовному. Я говорю, а вы лекции слушаете моей этой женщине? Она говорит, конечно, я слушаю уже пять лет. А, мужа спрашивает, а вы слушаете? Он говорит, а я начал слушать год. Она говорит, вот видите. Я говорю, а в чем еще его недоразвитость? Она говорит, выпивает. Я спрашиваю, а как вы часто пьете? Он говорит, да я вообще стараюсь не пить. Я как бы сейчас раз в месяц. А раньше выпивал каждый день. Она говорит, выпивите. И так далее. То есть мы поговорили, и я понял одну вещь, что она не знает этой истины, что если все истинно великое совершается медленным, незаметным ростом, мы никогда не будем удовлетворены нашим развитием, никогда не будем удовлетворены развитием наших родственников, наших детей, потому что ход времени в развитии протекает очень медленно и незаметно. А ход деградации протекает очень быстро. Чтобы деградировать человеку, нужно несколько недель. А чтобы вырасти, потом нужно годы. Поэтому, когда человек развивается духовно, Это незаметно всегда. И это надо принять. Развитие Личности идёт незаметно, и это хорошо, потому что если было заметно, мы бы сразу загордились собой. Когда всё незаметно, то хорошо. Это означает, что всё будет нормально в жизни. Представьте, если вдруг я заметила, сразу начала жить правильно, и всё хорошо. Как бывает так, что люди резко бросают есть мясо. Кто из вас так раз бросил есть мясо? Замечательно. Теперь я вам расскажу дальнейшую судьбу вашей жизни. Дальнейшая судьба такова, что когда вы резко бросили мясо, то вы поняли, что жить дальше с родственниками, которые едят мясо, просто невозможно. Кто не согласен под этим? Это мудрые люди. Несколько человек не согласны. Значит, они бросили мясо разумно и фанатично разумно. Но в основном люди, которые быстро бросают есть мясо, они начинают воевать с родственниками, чтобы те тоже не ели мясо. Почему? Потому что когда человек совершает какой-то благочестивый поступок усилием воли и побеждает свою судьбу, то он становится гордым. Сам не замечает того. А гордость приводит к непереносимости того же самого у других. Разок ехали в лифте с моим другом, такой крепкий парень. И один мужичок тоже в лифте ехал, и он так как-то забыл бросить сигарету перед лифтом. Он прямо в лифте курил стоять. Но я никогда не курил особо, и поэтому я так спокойно к этому отнесся. А мой друг, он такой покраснел, и он такой крепкий парень. Там в лифте небольшой лифт, там три человека помещаются, представьте, стоит человек курить, рядом с ним такой нанима, готов ему дать в лоб. И мужик конкретно перепугался. Он как бы не понял юмора, что к нему хотят. Часто люди не понимают, что нельзя курить при друге. Вот. И он когда вышел из лифта, я спросил его, ты курил раньше? Он говорит, я курил год назад и бросил. А теперь мне вот даже запах дыра противен. А он стоит и курит передо мной. У меня жилы налились, кровью. Часто я готов был его убить просто. Смотрите, я никогда не курил, я нормально отнесся. А он бросил и готов был его убить. Почему так? Так действует гордость. Когда человек что-то хорошее начинает делать в своей жизни, считает это своей заслугой, то он начинает гордиться этим хорошим. Часто люди, которые, допустим, бросили из мяса, они ведут себя более агрессивно, чем те, которые едят. Хотя, в принципе, должно быть наоборот. Должно быть наоборот, что люди, которые бросили мясо, они становятся очень поклательствами, потому что они не совершают насилие. Они не совершают насилие, значит, и сердце становится добрым, и они всем все прощают. Если человек бросил быстро есть мясо, он возгордился собой. И это дает ему основание ненавидеть тех, кто его ест. Он начинает военные действия. «Выбросите трубов из холодильника! Я не могу так жить! Вас вернем на квартире!» В этом человек, когда думает, который есть мясо, он же не понимает, что это нехорошо. Он думает, что этот человек, мой близкий, в сельбу какую-то попал. Что-то с ним произошло страшное. Смотри, как он себя ведет. Он же нормальным, добрым человеком был. Сейчас он глаза под рамы. Он же не понимает, что ему говорят. Когда кричит, человек угрыгается, он не понимает, о чем говорит. Он смотрит на человека и думает, что это с ним происходит. Глаза под рамы, я надеюсь, кровь. Страшно как-то. Вроде нормальный человек был. Что с ним произошло? Он начинает изучать, а что, как он живет, вообще мой близкий человек, что он делает. И обнаруживает, что он слушает лекции Олег Геннадьевич Тарсенов. Потом мне пишут, на моей там странице всякие пишут, «Вы уничтожили нашу семью, вы зомбировали моего близкого человека, я вас ненавижу». Я ему отвечаю, «Я дедушку не пил, я дедушку любил». Знаете, это все зависит от того, как человек относится к развитию. К развитию означает, прежде всего, отношение с другими. То есть, если ты какую-то аскезу на себя берешь, то это означает, что ты должен в войне быть терпеливым другим людям. Это означает рост внутренний. Вот, допустим, смотрите, я рано решил вставать. Что я должен прежде этого решить в своем сердце? Что я никогда не буду беспокоить всех остальных родственников, что они рано не встают. А потом нужно начинать рано вставать. Иначе моя аскеза будет разрушена моей же гордостью. Вот я рано встаю, а родственники не встают. Ничего страшного, пускай свет. Если решим не есть мясо, значит, тогда я буду хорошо относиться к тем родственникам, которые едят мясо. По-доброму, по-человечески. Понимаете, о чем я говорю? И тогда эта аскеза даст правильный рост. А когда человек действует по-другому, он начинает войну, объявляя тем, кто это неслышно соблюдает. Тогда и его аскеза впоследствии ослабевает, и он возвращается к тому же, что и делал раньше в результате оскорблений, нанесенных окружающих людьми. Когда человек оскорбляет других людей, он не способен дальше развиваться в духовке. Другой пример, когда человек вдруг решил, что он очень возвысился духовно, стал очень возвышенным человеком, он клеймит позором тех, кто не занимается духовной практикой. Он говорит, у нас хорошая вера, у вас плохая, а вы вообще атеисты. Да, человек такие фразы произносит, то он, несомненно, уйдет с духовного пути. Почему? Потому что он, сгоняя оскорбления, рушит свою жизнь. Поэтому Господь и сделал так, что естественный ход событий такой, что человек сам не замечает как он меняется, когда он развивается духовно. И эта незаметность, она делает его по отношению к себе же смиренным. То есть, он не считает, что у него какие-то большие заслуги в жизни есть. Это дает ему возможность стабильно развиваться. Какие-то резкие перемены могут быть опасными. они всегда привлекают экзамены дальнейшей жизни. Понимаете? Я не против резких перемен. Я просто говорю вам о том, что это может дать желательные посредства. Часто люди, которые встают на путь здорового образа жизни, разрушают свою семью. Я уж не говорю о людях, которые встают на путь духовной практики. Часто они разрушают вдвойне чаще свою семью. Причина заключается в неправильном ходе событий. Вставать на духовную жизнь, вставать на правильную образ жизни нужно осознанно. Что значит осознанно? Это значит, что сначала нужно развить в себе правильное отношение к этому миру, а потом менять себя уже. Какое правильное отношение к миру? Если человек неправильно живет, почему это происходит? А потому что у него нет сил жить правильно. У него нет знания жить правильно. И это дает ему большее страдание. Вот представь, человек заболел гриппом, лежит в постели, вы подходите к нему и говорите, что гава такой? Я тебя предупреждала. Не суетись слишком сильно, не заболеешь вирусным заболеванием. А ты заболел, не послушал меня. Он так еле живой. Почему? Ваше наставление. Он умирает, он гриппом болит, он уплот. Видите, это признак неправильного развития. Правильное развитие заключается в том, что к больному человеку относятся человека сострадания. Он не говорит ему о том, допустим, женщину бросил муж, она приходит к подружке и говорит, я тебе говорила. И не надо это сейчас говорить, ей надо обнять, успокоить, приласкать. У нее трагедия произошла. А я тебе говорить не буду. Понимаете, это неправильный ход развития личности. Она где-то услышала в лекции, как надо к мужу относиться, увидела, что ее подружка относится по-другому. И она сказала, будешь так себя вести, у тебя муж идет. Ну, муж взял и шел. И тебе говорим. Да не надо говорить. Можно просто так себя вести рядом с человеком, что он сам все поймет. Надо понять такую вещь, что если мы из себя слишком много ставим на чай, на чай, на чай заниматься самосовершенствованием, это никому не помогает и нам тоже. Часто люди, которые так фанатично следуют, следуют чему-то, а они потом заканчивают это все дело. Я много примеров видел, когда люди фанатично пытаются чему-то следовать. Все подруг обвиняют, ругают, порицают, потом так же быстро сходят с этого пути. Причина — это неправильный ход событий. Человек должен сначала осознать все, что происходит. Он должен понять, почему люди так не живут и осознанно потом менять свою жизнь. Осознанно означает, осознанно со всех сторон. Правильно относиться к тем, кто так не живет. Правильно относиться к себе, почему я так не поступаю. И когда человек так действует, он очень смиренно идет по жизненным пути. И смиренный путь означает медленный, незаметный рост. Когда человек идет к таким ростам, он не замечает, как он меняется, и он не считает, что он слишком сильно чего-то достойный в жизни. Понимаете? Итак, следующая тема — это искусность. Вам не скучно? Кому скучно, Дмитрий? Ну, может, кому-то скучно, может, я совсем уже старею и начал уже со мной брызгать, как бы демагогию высложить. Старе стиле и путь, я и начинаю. Искусность. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно починено пользе. Его задача — получать, но получать любовно. И оно является посыдным, а не посвышенным. Когда бывает только приятно людям, а не помогает им открывать истину. Ну, вот то, о чем мы сейчас говорили, в этой фразе все уже подтверждается. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно починено пользе. Его задача — получать, но получать любовно. Любовно получать. Искусность. Вот, допустим, я встал на здоровый образ жизни, на правдную жизнь, я начал делать гимнастики, начал правильно питаться, начал правильно общаться, прощать, прощить прощения. Это означает искусственный человек. Человек, который... Кто такой искусственный человек? Искусственный человек — это человек, тренирующий свой разум. Некоторые думают, искусные люди — это те, которые по девочке там делают хорошие, или они поют хорошо, танцуют. Ну, как бы искусный человек означает владеющий каким-то ремеслом. это вторично. Искусственный человек — это человек, имеющий возможность развивать свой разум, очищать свой разум, возвышать свой разум. Вот как вы думаете, два человека делают поделочку. Один из них — нравственно слабый человек, а другой — чистый, возвышенный. У кого поделочка будет лучше? Даже нравственно слабый человек может быть более искусным. Он может так вырезать всё. Просто супер. Но эту поделочку берёшь, и она чем-то пахнет не тем. Как-то чувствуешь, что я не хочу это покупать. А берёшь, допустим, пускай будет меньшее качество работы, но сделано чистым разумом, с любовью. И берёшь, и ты думаешь, это хорошая вещь, она мне нравится, она мне приносит счастье. Чувствуешь ли такие вещи в своей жизни? Иногда в какой-то ресторан приходишь, и там люди готовят не сильно разумные. И там смотришь, всё так красиво, начинаешь кушать. Чувствуешь ли такое? Это признак, вот это то, о чём я говорю. Настоящая искусность означает очищение сердца. Как определить, что человек правильным путём идёт в очищении сердца. Цель человека, который идёт правильным путём, показывает пример другим. Мы должны идти правильным путём, чтобы зажигать других людей в этом пути. Показывать пример надо только с любовью. У меня есть один знакомый, он занимается духовной практикой в моей традиции уже много лет. Он работает мастером церков. Этот удивительный человек никогда не хвалится о своими духовными достижениями. Он мастер, у него есть подчинённые, рабочие, они работают вместе. Он никогда им не говорит, «Ты чего куришь? Ты чего материшься?» То есть он никогда их не получает. Хотя работает с ними, и они имеют вот такие недостатки в жизни. Но когда... Но он не курит и не матерится, ведёт себя нежливо, всем прощает, просит прощения, выполняет свои обязанности, когда надо бывает строгим. Этого достаточно, чтобы люди менялись рядом или нет? Вот у меня к вам вопрос. Он ничего им не говорит такого, он не говорит, «Ты чего, гад, куришь? Брось сигарету!» Не говорит им такие слова. Он просто спокойно к ним относится, с любовью, к состраданию. И не делает ничего плохого. И если его спрашивают, «Ты куришь?» Он говорит, «Нет». Если его спрашивают, «Как ты живёшь?» «Вот так». «Что ты кушаешь?» «Вот это». «Как ты относишься к людям?» «Всем прощаю». Его уважают, как бы думать, на работе? Его очень сильно уважают на работе. Но самое главное заключается в том, что когда у людей горе случается, они никому не идут, кроме него. Вот те, кто с ним работают рядом, если у них горе случается, они приходят к нему и говорят, «Научи меня жить!» «Я так устал от того, что у меня происходит!» И тогда он очень с любовью, мягко, ненавязчиво начинает рассказывать этому человеку, как правильно. Вот так я пришёл к духовной жизни. Мне в жизни попался удивительный человек. Я вам сейчас расскажу эту историю. Один удивительный человек, он сейчас живёт в одном святом месте. И он в то время, 20 лет назад, уже переводил Шиман-Багаву, там, с английского языка на русский. Я тогда занимался нейтракционной медициной, жил в Атольятти и работал на турбазе в Азовской, лечил людей, обучал здоровый образ жизни. К тому времени я уже был вегетарианец и знал много чего. Я понимал, что такое нравственность. Займался йогой уже порядка 8 лет. И даже больше, то есть порядка... Я за 12 лет в обе занимался. Мне было тогда 28 лет. И так я уже много чего знал, правильную жизнь вёл. Но у меня не было своего какого-то духовного пути. и ко мне лечиться приехал вот этот человек. И я вам несколько историй расскажу о отношении с ним. Он никогда ничего не навязывал. Он был очень скромным. И он привлекал меня очень сильно в своём сознании. Я не знал, насколько он возвышенный человек. Я не знал, что он тогда уже переводит в Священное Писание очень авторитетно и ему доверяют. Сейчас Шиман-Багава там на русском языке весь переведён им. Этим человеком. И этот перевод до сих пор авторитетен. Все считают, как это хороший перевод. Это очень возвышенная нечесть на самом деле. И этот человек, он очень скромный в своём поведении. Невозможно увидеть, что он как-то заносчивый. Я даже не знал его положение, его философских знаний. Я не знал об этом всё. Просто он хотел полечиться у меня. Он очень болезненный, у него плохое здоровье по сути. и он приехал ко мне лечиться на эту базу вазовскую. И я читал молитвы в то время. Я читал их про себя. У меня были последователи, у меня были порядка десяти человек, которые выполняли мои наставления, слушали меня во всём. Вот. И мы вместе садились и про себя читали молитву. И он тоже пришёл с нами прочитать молитву, и он начал читать её вслух. И я потом спросил его, вы осознаёте, что про себя читать молитву более эффективно? У меня вопрос вот такой к нему задан. И он мне сказал, осознаю, очень смиренно. И тогда спросил его, почему вы не читаете про себя, почему вы не читаете вслух? Он сказал, для того, чтобы читать про себя молитву, нужно иметь очень чистый ум. Если человек читает молитву вслух, он читает молитву разума. Если человек читает про себя, он её читает умом. Для того, чтобы читать молитву ум, для этого человек должен иметь очень чистый и возвышенный ум. Это очень высокий уровень духовного развития. Чистый ум указывает на отсутствие грехов. Я подумал в этот момент, что вот как раз это мой уровень, потому что я читаю молитвы про себя. А он, скорее всего, не натягивает этот человек. Расскажу, как события дальше разложить. Я говорю, ну почему бы вам не попробовать про себя читать? И он мне сказал, что точно ничего не получится. Это невозможно. Я тогда спросил, а почему вы так считали? Он говорит, у меня есть примеры, кто читал молитву про себя, в каком уровне люди. И то они постоянно. Я говорю, ну например, какие примеры у вас есть? Он мне рассказал, что был такой великий святой, передаст такую. Он читал молитву 22 часа в сутки. Два часа спал с его. И за эти двух часов также выкраивал время, чтобы немножко поесть. И он рассказал, что этот великий святой сначала читал молитву вслух треть времени. Потом треть времени он читал шепотом. И когда его полностью настраивалось, как надо, он последнюю треть читал молитву про себя. Но начинал всегда вслух. Я говорю, а еще примеры есть какие-то? Он говорит, больше нет. Ну есть примерно такие же личности, очень возвышенные. Но я тогда начал анализировать, что я как-то не достаю, когда садокоры как-то не дотягиваю. Это анализ длился несколько дней. Я ходил, думал. И потом пришел к выводу, что надо читать молитву вслух. В результате я всех своих подчиненных заставил читать вслух и сам начал читать вслух молитву. Потом дальше вопрос касался освещения пищи. То есть мы ели не освященную пищу, но он всегда освещал пищу. И тоже у нас разгорелся диск по этому поводу, который привел к тому, что я тоже начал освещать потом пищу. И так далее. То есть в течение двух недель мы постоянно с ним били философские беседы, причем они все, эти беседы, всегда имели один и тот же характер. Сначала я ему доказывал, как правильно. Он со мной соглашался, но у него были свои сомнения. Потом я его спрашивал, как он все-таки считает. Он мне развернуто и обосновательно, обоснованно объяснял, как правильно. Я потом думал пару дней и принимал его точку зрения. И так он меня привел к этому духовному пути, по которым я сейчас иду. Он это сделал очень ненавязчиво. И он вообще просто не считает, и даже до сих пор, что это его заслуга. Представляете, какого уровня личность? И я очень благодарен судьбе, что я встретил такого человека, потому что я настолько гордый человек, что по-другому невозможно было бы как-то мне доказать, как правильно. вот только такой человек способен был это сделать. И Бог не послал такого человека. Ну, то есть искусство только тогда, оно на ближайшем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача получать с любовью, а не с гордостью. И оно является постыдным, а не возвышенным. Когда бывает только приятно людям, а не помогает им другим открывать истину. Ну, допустим, мне приятно, что я чем-то занимаюсь, но я не могу помочь другим открывать истину. И мне все приятно. То есть я классный, я там вегетарианец, я там все, у меня все хорошо, я не матерюсь, всех прощаю, у меня классная жизнь, у меня есть молитва, и мне хорошо так жить. Классно. Но это портит жизнь другим, потому что я противоставляю свою жизнь им. И здесь, говорится, это является постыдным, а не возвышенным способом быть искусным. Тема и сна. Дальше. Люди, говорящие цветистое, искусно, с приятным подхождением, редко обладают добродетелью и человеколюбивым. Люди, говорящие, цветистое и искусно, с приятным подхождением, мягко стелет, жестко спать, редко обладают добродетелью, человеколюбивым. Китайская мудрость. Это интересно понять, что приятная речь, она имеет разные оттенки. Я знаю одного великого человека, великого духовного учителя. Он написал книгу «Путешествие домой». Наверное, вы читали эту книгу, многие из вас. Я лично знакомый с этим человеком, но знаком таким образом, что он для меня старше, я младше для него. У него очень приятная и мягкая речь. Когда он говорит, все замирают, потому что его речь, она обладает уникальной силой смирения. Невозможно никакого сравнения привести. То есть он уникально смиренный человек. уникальный смиренный. И в личных отношениях я заметил очень выживую строгость в отношениях. Хотя он в сердце своем очень добрый. Он когда видит меня, подходит, обнимает меня и так далее, но в личных отношениях он очень строг. Как раз вот в этот раз, когда мы были в Индии, он подошел, мы сидели, обедали вместе с Александром Хакимовым, который к вам приедет. Это не просто возвышенный человек, как сказала Елена, это ее духовный учитель. И он духовный учитель для многих сотен людей, также для многих моих помощников. Вот. И это старший для меня. То есть мы с ним обедали вместе. И вот эта возвышенная личность подошла к нашему историку и к нам с вами и он начал общаться с ним. Он подошел к ним, обнял его и говорит, когда я стою рядом с тобой, говорит Александр Хакимов. А он, Александр Хакимов, не знает английский, я не переводил. Говорит, когда я стою рядом с тобой, то мне становится хорошо. Как ты думаешь, почему? Мне всегда нравится с тобой стоять рядом. я перевел Александру Хакимову и он посмотрел в Радханат Макараджи. У него глаза были как два озера любви такие. А я, когда он шел к столику, так сильно хотел, чтобы он со мной поговорил, просто не было улучшением сердца. Но он говорил с Александром Хакимовым, с его супругой, он тоже сидел там, да? И Александр Хакимов, он посмотрел на него так недоуменно и пожал плечами, он говорит, я не знаю, почему, вы так считаете? И он тогда очень широко начал улыбаться, в Радханат с вами сказал, потому что у тебя большое сердце. Когда он это сказал, я подумал сейчас, вы теперь мне что-то скажете. Большое сердце. И далее. Радханат с вами, он повернулся в мою сторону и очень твердо, спокойно и внимательно посмотрел долгим взглядом мне в глаза. а потом вот так вот отвернулся, поднял голову и пошел. Это было уникальное общение, когда я получил такое общение от этого возвышенного человека. Я все встал на место, сразу понял, где черти водятся. И сразу все стало понятно, кто я, кто Александр Хакимов. И все стало на свои места сразу. все стало хорошо. Но именно это твердое и строгое обхождение для меня было очень значимым и ценным. Потому что если бы он выполнил мое желание, то он бы не помог мне как наставник. Понимаете? Он помог мне как наставник, потому что он я заслужил? Как научиться прощать написок? Потому что как наставник его любовь выражалась в том, чтобы быть строгим в этот момент, когда я хотел наслаждаться присутствием старшего. Поэтому не факт, что люди смиренные с добрым. Добрая речь признак чистого сердца. Но добрая речь, которая направлена не в нужное место, а целью является просто лезть, это не добрая речь чистого человека. Это нежное движение змеи. Змея тоже ползет очень мягкими заменами. Но результат этого движения — это смерть. Это смерть. Понимаете? Поэтому святой человек отличается от обманщика. И обманщик, сильный обманщик — это разумный человек. И святой человек тоже разумный. Но святой человек отличается от обманщика тем, что святой человек во время того, как ты ошибаешься, он проявляет определенный вид любви, который недоступен обманщику. Это твердая строгость, наполненная любовью. Понимаете? Это уникальное свойство возвышенной личности — быть очень строгими и любить одновременно. Обычные люди или любят кого-то и балуют. Допустим, я люблю своего ребенка, он мороженого хочет, я не могу ему отказать, я его люблю. или мы очень строгие с человеком и злые в это время. Того же самого ребенка, который уже достался своим мороженым, и горло у него постоянно болит недолго. Очень злые и строгие, но возвышенная личность отличается тем, что она строгая и добрая одновременно. Вот это недоступно обычным людям. Недоступно. Люди, говорящие цветисто и искусно, всегда с приятным выхождением, редко обладают добродетели у человека любви. Человека любви. Потому что любовь к человеку настоящая имеет строгую природу. Я нередко замечал, что люди, которые очень нежно и вежливо разговаривают друг с другом в семейной жизни, часто не имеют близких отношений друг с другом всю жизнь. Потому что когда люди говорят только вежливо и уходительно и нежно, это указывает на их воспитанность, светскую образованность, но не всегда указывают на чистое сердце. Потому что чистое сердце означает, что человек способен говорить строго тогда, когда надо. и способен говорить мягко тогда, когда надо. Он не идет на поводу у банального этикета. Настоящие семейные отношения бывают очень строгими иногда, очень строгими. самый жалкий из нас обладает все-таки каким-нибудь даром, и как бы не был этот дар по-видимому внешний заурядин и составляя нашу особенность, он может при правильном применении стать даром для всего человечества. Самый жалкий из нас человек обладает каким-то даром. И каким бы ни был этот дар, у каждого есть свой какой-то дар, он может быть заурядин даже по-видимому внешний. Но именно этот дар составляет особенность человека. Мы говорим об искусности, у нас тема такая. Но только при правильном применении этот дар становится даром для всего человечества. Джон Лискин. Итак, давайте порассуждаем на эти темы. Смотрите, у человека есть две судьбы. Две судьбы у человека есть. Первая судьба — это сделать счастливым себя. И эта судьба называется карма. Мы рождаемся с определенными желаниями. Женщина хочет семьи, детей, хочет спокойной жизни, чтобы у ней был свой долг. Женщина хочет, чтобы с ней мягко, нежно обращались. Это называется карма. И все эти желания являются рабством для женщины. Она не может вырваться из рамок этих желаний. Эти желания определяют ее ограниченность, ее возможности. И если судьбе надо наказать ее, она наказывает ее очень просто. Она, допустим, женщина хочет близких отношений, судьба не дает ей близких отношений. Женщина хочет приятного обхождения, судьба дает ей неприятное обхождение. Если женщина хочет покоя из своего уголка, она не дает покоя в голову. То есть есть разные способы наказать человека, который имеет желание жить вот таким образом. Является ли это особенностью человека? Нет. Все женщины хотят теплого отношения, все женщины хотят близких отношений, все женщины хотят своего уголка, все женщины хотят детей и так далее. Является ли это чем-то особенным? Нет. Это называется кармой. Некоторые люди думают, а это и есть моя миссия хотеть детей, это и есть моя миссия построить дом себе, это и есть моя миссия получить нежное общение, получить себе мужа, получить комфортные условия, это есть миссия моей жизни, нет, мои хорошие, это не миссия жизни, это то, что является обычной вещью, так действует карма. Каждый мужчина хочет, чтобы его уважали, каждый мужчина хочет иметь высокий статус в обществе, каждый мужчина хочет быть сильным, каждый мужчина хочет причинить себе женщину и детей, каждый мужчина хочет быть храбрым, каждый мужчина хочет иметь такие отношения, чтобы все остальные его считали очень сильным, разумным и так далее. каждый мужчина хочет, чтобы женщина смотрела на него сверху вниз, снизу вверх и так. Каждый мужчина этого хочет. Если мужчина говорит, это моя миссия починить себе жену, это не миссия, так аня. Каждый мужчина хочет починить себе жену, это не миссия. Моя миссия добиться высокого положения в обществе, это не миссия, это то, что действует через тебя, как твои желания просто, и все, обычная вещь. А что же тогда миссия? А миссия это другая судьба, не та, которая действует обычно в человеке, а миссия это другая судьба, которая идет от Бога. Есть другая судьба в человеке, которая идет от Бога. И она не просыпается сама по себе. Желание семьи само просыпается у женщины, желание достичь чего-то в жизни, стать уважаемым человеком, само просыпается у мужчины. Это не надо как-то активизировать, для этого не нужно дополнительное знание. Это само по себе просыпается в человеке, если он хоть немножко уважает себя как личность. Если женщина не уважает себя, она обычное уважение женщины к себе это быть красивой. Обычное уважение мужчины к себе это добиться чего-то в жизни. Если он себя не уважает, значит он ничего не добивается. Но что же такое другая судьба, которая от Бога? Что же это такое? А это та сила, которая приходит через старш. Сам человек чаще всего не может себе это открыть. за редким исключением. Допустим, не каждая женщина может заботиться о нищих детях, как это делала мать Тереза. Не каждая женщина способна радовать своим пением людей и пением не просто развлекательным, а нравственным пением, возвышенным пением. Не каждая женщина на это возможно способна. Не каждая женщина способна сочинять возвышенные стихи. Не просто стихи, которые вызывают балдеж и радость, а возвышенные стихи. Не каждая женщина на это способна. Для этого нужно направить. Есть женщины, которые имеют способности писать стихи, но писать стихи, которые будут угодны совести человека, не каждая женщина может. Не каждая женщина может стать такой учительницей, которая бы воспитывала святых людей. Для того, чтобы она стала таким, такой учительницей, у нее должен быть учитель, который ее направит в эту сторону. Есть много учителей хороших, талантливых, которые могут воспитывать детей, но воспитывать возвышенных людей, и не каждая женщина может. Для того, чтобы она это смогла сделать, для этого нужно, чтобы у нее был старший наставник, который направит ее на правильный путь. У каждого человека есть такая способность, которая может дать людям величайшее благо. Эта способность называется даром. Как, допустим, некоторые люди говорят, а у меня знаете какой дар? Я могу много кушать. Это не дар. Или я могу сладко спать. Или я могу сексом заниматься по три часа. Это не дар. Это то, что ты можешь помочь только тебе самому. Но дар означает то, что поможет человечеству, людям. Вот это дар. И знаете, о чем здесь говорится, это абсолютно истина. Это дар есть у каждого человека. Вопрос заключается только в том, что не каждый человек идет путем миссии. Большинство людей живут для себя, идут путем кармы. Одни люди идут путем кармы, просто сильно хотят быть счастливыми. А другие люди побеждают это желание в себе и сильно хотят сделать счастливыми других. Но ты был неправ, ты все спалил за час, и через час твой огонь угас, но на земле стало всем светлей. И вот об этих людях боятся. Понимаете, о чем я говорю? Ну то есть такие люди, они отдают свою жизнь, они жертвуют собой. И это называют миссионерами. Такие люди имеют необыкновенное счастье в сердце. Потому что когда человек добивается того счастья, которое приходит пойти к нему по судьбе, он попусту тратит свое время. К нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Причем тут вообще горькие слезы? А вот при чем. Надо понять такую вещь, что пашешь ты, как и шаг, или просто работаешь, потому что надо кормить семью. Ты должен знать, что богатство в твою жизнь придет все равно в свое время. И в свое время ты его начнешь терять. Только если ты пашешь, как и шаг, то ты можешь больше заработать богатство в это, которое должно прийти в свое время. И это богатство, которое ты лишнего заработал, оно заберет у тебя здоровье, свободное время, отношения в семье, потому что некогда будет общаться, отпуск, в который ты должен тратить духовное развитие, некогда развиваться духовно. Оно заберет у тебя также твой интеллект, потому что когда человек пашет слишком много, он тупеет от этого. Это излишнее богатство также заберет у тебя здравый смысл, потому что ты будешь думать, что вот столько денег тебе положено по судьбе, и ты на них будешь рассчитывать, не зная, что когда придет время терять богатство, ты потеряешь не столько, сколько тебе положено, а столько, сколько ты заработал. это тайна, которую мало кто знает. Поэтому люди, которые впахиваются ради того, чтобы разбогатеть, они на самом деле просто изнашивают свою жизнь. Если человек все свои творческие силы, весь твой потенциал направляет в сторону удовлетворения своих желаний, этот человек просто разрушает свою судьбу, потому что судьба имеет такое свойство, оно как качели. Если ты посередине качели находишься и работаешь столько, сколько нужно в жизни, отдыхаешь столько, сколько нужно, тратишь время на личную жизнь столько, сколько нужно, ты ведешь балансы не туда, не направляя качели и не сюда, то ты счастлив. Ведь правда быть счастье, когда у тебя есть свободное время жизни? Пришел, отдохнул. Счастье, когда у тебя есть возможность пообщаться с друзьями. Счастье, когда у тебя есть возможность спокойно относиться к своим финансам, не париться. Так, это же счастье. А несчастье, когда ты говоришь, ааа, мне не хватает денег. Это несчастье. Как вы думаете, вот бывают такие люди, которые очень бедные по природе, но они счастливые. Человек в деревне живет, им не надо, он такой счастливый, у него там есть, что-то покушать, коробка есть там, он не парится такой, счастливый. Есть такие люди, и мы их считаем какими людьми. Недалекими людьми, глупцами, живут в какой-то деревне зачуханной, нет, чтобы жить в деревне. Почему там делают, как в деревне глупец? Почему они радуются этой земле, этой коробке? Ну, ничего нет в жизни. Не можете позволить джинсы, там еще что-то, айфон пятой модели. Не можете позволить, глупец. Хорошо, глупец, давайте рассуждать дальше. А к чему стремятся богатые люди? Где они хотят жить? На 25 этаже? К чему они стремятся? К тому, чтобы жить в деревне. Богатые люди стремятся к тому, чтобы жить в деревне. И самые богатые люди к чему стремятся? Чтобы жить в деревне, еще поменьше работать, чтобы за них работали их подчиненные. А самые богатые из них стремятся еще в свободное время что-то делать на огороде, потому что общение с землей это счастье. И вот так же у них появляется хобби завести себе коровку и с ней общаться так же. Получить часть от отношения с коровой. Так зачем так париться, чтобы это все иметь? Потому что можно иметь просто так все. Всякого напряжения. Просто иди, общайся с коровкой, с землей. Самое большое счастье это природа. Люди не знают этого. Но причем есть богатые, которые вообще не врубаются в эти вещи. Например, сейчас скульптура такая вызывается, что люди просто не понимают, что инфракрасные лучи, которыми мы греем себе тело, они в тысячу раз хуже, чем просто обычное солнце. Обычное солнце. Вместо того, чтобы пойти на солнце, люди идут под эти лучи. Упортиться и тем самым здоровье. Потому что самое лучшее лечение это просто солнце. Самое лучшее лечение это просто лес. Самое лучшее лечение это просто воздух, просто вода. Просто обычная пища, выращенная на земле. А не пища, в которую что-то там добавляют. Все, что добавляется в пищу, это всегда плохо. Пища, когда без добавок, это всегда хорошо. То, что сделано Богом, это приносит участие. Здоровье, радость, процветание. Но то, что сделано Богом, это проще всего. И доступнее всего, когда ты живешь рядом с Богом. Потому что в городе, особенно в Москве, свежее молоко не достать. Хоть ты биллионер, хоть ты кто. А в деревне, вот она коробка, ну дай мне, вот она молочко подняла, оп, попил. Раньше пили, это много песни. Ай-ай-лау-прилаву, край любимой сторонки. Такая русская песня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok